Здравствуйте, мои дорогие, любимые! Сегодня у нас тема расклада Ваши ближайшие увлечения Для женщин это Какой мужчина на пороге? Для мужчин Если сможете себе Как-то перевернуть описание То можно будет узнать Женщину, человека В нашем описании Мужчины, все-таки мы больше на мужчин ориентируемся Описываем мужчин А гадаем для женщин На нашем канале 10% Аудитории мужчин и 90% женщин Поэтому большая часть гаданий Конечно, для женщин С вами снова канал Школа Таро Альвиен Меня зовут Карина Не забывайте про это И гадаем мы на языческом Таро Таро черной и белой магии Ваши ближайшие увлечения Какой мужчина на пороге? Четыре позиции И пока я выкладываю карты Я вам хочу сказать, что данное видео Актуально на тот момент Когда вы его смотрите Даже если оно записано много лет назад Вы нашли это видео на просторах интернета Значит, вам нужно что-то знать Прямо сейчас От высших сил Так, немножко поменяю режим Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции Ваши ближайшие увлечения Какой мужчина на пороге у вас, дорогие мои Ну, или какой человек на пороге Для личных отношений, да? Все равно буду как-то оговорочки делать для мужчин Конечно Итак, первая вот эта карта Это кто этот человек? Кто с вами будет в отношениях? Будем описывать А дальше докладывать На Таро, естественно Какая работа у этого человека Какие качества, хорошие характера Какие есть недостатки И даже попробуем чуть-чуть про внешность поговорить Ну, хотя бы примерно Конечно, расклад этот общий Вот Но что-то можно как-то Немножечко узнать про внешность И начинаем Для тех, кто выбрал первую позицию С кем у вас будут отношения, да? В ближайшем будущем Кто на пороге Кто с мечей Человек жесткий Однако Кто с мечей часто означает Новое знакомство Именно новое знакомство Нового человека в вашей жизни Однако Однако Он может и означать, что Просто очень жесткий, волевой человек Лидер по натуре У которого даже может быть Медицинское образование Или юридическое Или это военный, да? Но Туз мечей Это еще и Человек-стена Которого невозможно переубедить Ни в чем Если он уже Решил что-то, да? Если он уже знает правду Которую он себе Сделал правдой Вы не сможете ничего С этим человеком Уже сделать Понимаете? Это логик Это практик Тот, кто сразу же Переходит к действиям Когда Обдумает все Он начинает Сразу же действовать Потому что для него Это важно Он импульс Он Очень острый Острый на язык Он может говорить Правду матку В глаза Прямо людям, да? Пусть она будет Неприятна Это правда Но человек скажет Это такой Вот знаете Человек Когда С перчинкой С такой С перчинкой У него глаза Такие острые Могут быть У туза мечей Глаза острые Взгляд Жигучий Человек Может Раз И льдом Обнести То есть Раз резко Стать холодным Потом резко Стать горячим Вот такой Вот Человек Страстный По натуре Потому что Он решительный Потому что Он горит Своим делом Каким-то Он не пустышка Какая-нибудь Это туз Туз Это козырный Мужчина Ну и женщина Тоже Да Если женщину Все-таки Загадываете Мужчина Если гадает Конечно Она Ей палец В рот Не клади Она его Откусит Она все Сразу же В лицо Выговаривает Высказывает Дерзкая Дерзкая Женщина Мужчина Такой Он может быть По натуре Очень увлекающийся Человек Каким-то делом Определенным Одним Давайте Посмотрим Какая Работа У этого Человека Маг Это Чаще всего Бизнесмен Бизнесвумен Либо просто Руководитель Например Или человек Который От и до Свою работу Так знает Как никто Ее не знает То есть Если он врач Так врач от Бога Если юрист Юрист от Бога Военный Так прям Будет Весь устав Знать наизусть И еще Преподавать Сможет потом В старости Вот Ну так же Конечно Маг Говорит о том Что человек Создает свою реальность То есть У него тело Творца Очень сильно Развито Он подчиняет себе Свою судьбу Он делает так Как хочет В своей жизни Все преобразует Идет вперед Несмотря ни на что У него есть цели Он их Эти цели Хочет реализовать И реализует Уже часть Реализована у него Маг Это очень хорошая карта Она говорит о том Что Лидерские качества Опять же Здесь подтверждаются Да и человек Очень способный Ко всему Вот любую профессию Взять Этот человек Не способен Он очень многое знает Он разносторонняя Личность Конечно Такой человек Может и эзотерикой Заниматься Почему бы и нет Раз маг выпал Какие качества Плюсы и минусы Этого человека Плюсы И минусы Шестерка кубков Плюс Колесо судьбы Минус Ну Этот человек По шестерке кубков Может оказаться Очень семейным Нежным Именно внутри Своей семьи То есть Да Внешний лидер По натуре Острый Жесткий Там Все такое Но если уже любит Вот своих детей То любит Жену Детей Допустим Если у него появляется Жена Дети Вот в вашем лице Например Он будет очень сильно Любить Нежно Приятно Относиться Постарается Чтобы женщина Может быть Даже не работала А зачем Если есть такой лидер Который умеет Зарабатывать Да Но этот же лидер По колесу судьбы Может начать Играть На ставках Попытаться Легкие деньги Отбить Попытаться Каким-то образом Поторопиться Вложить куда-то Чтобы был Быстрый оборот капитала И потерять Проиграть Это может быть Очень рисковый человек Который Проигрывает В итоге Миллионы Да И такому человеку Нужно быть осторожным У него натура переменчивая У него очень много Недостатков В плане переменчивости Натуры Когда У тебя есть Своя позиция Своя философия Но Ты можешь При этом Опираясь На свою философию Да Совершать Необдуманные Ну как сказать Людям кажется Необдуманные Поступки Человеку может В этом виделась Своя философия И логика Да Но он может взять И резко куда-то Например уехать Без вас И сообщить уже оттуда Почему бы и нет Или как тут Не предупредив Да Что-то сделать А зачем предупреждать Человеку Который лидер Он считает Что это он лидер Что это он Семьи управляет Конечно он Старается И Полностью вести Все И Ему Кажется Ненужным Предупреждать Да В каких-то Своих передвижениях То есть Наряду С тем Что у него Внутренняя Есть нежность Хоть и внешняя Холодность Но Он может Вот так вот Порыльсто Поступать В жизни Резко Все менять Бросать Потому что Вот он Так решил Внешние данные Давайте посмотрим Все-таки Попробуем Видите Вышел Король мечей Внешность Такого человека Может быть Очень Строгой Аккуратный То есть Человек Может иметь Свой Какой-то Стиль В одежде Его Придерживаться Даже Если Это Спортивный Стиль Он Постарается Чтобы Все Было Беленькое Чистенькое С иголочкой Какая-то Педантичность Присутствует В человеке Ну И Гармоничная Внешность То есть Даже Даже Если Просто Лысый Дядька Да То Он Будет Все Равно Выглядеть Презентабельно Аккуратно Даже Брови Подстрижет И Будет Свободно Себя Ощущать В обществе К нему Так просто Не подступишься Но Он По крайней мере Не комплексует То есть Это Такое Легкое Поведение Когда Ты точно В себе Уверен Когда Ты знаешь Кто ты Знаешь Чего ты стоишь Но К тебе Так просто Не подойдешь Ты Важная Птица Да Вот Он так Ся Как-то Ведет Этот Человек Но В любом Случа Рядом С вами Такой Человек Будет Потому Что И фигурная Карта Короля Выпала И Туз Мечей Выпал Да Как Яркость Встречи Она Может Быть Даже Старая Встреча Но Яркая Либо Знакомство Знакомство Очень Для вас Будет Значимое Знакомство Очень То есть Тут Есть Перспектива И Отношения Такие Построить Довольно Серьезные Такая Первая Позиция Позиция Номер Два Кто Там Рядом С вами Будет Дурак С вами Будет А Здесь Человек Инфантильный Он Больше Творческий Такой Да Но Блуждает Во тьме У него Могут Быть Зависимости Психологические Сбои Страхи Безответственность Развязанный Образ жизни Это человек Свободный От всего Но Также Дурак Означает Опять же Новое Знакомство Кто-то Новый Кто-то Свежий Или с нуля Опять же Начинаются Те отношения Которые были Раньше Совсем С нуля Совсем С нуля Понимаете Вообще Дурак Конечно Это человек Вот как будто Вы на него Смотрите Как с чистого Листа Вы ему Можете Доверять Но Постарайтесь Не сразу Потому что Инфантильность Этого человека Шкалит И ему Будет казаться Что поступать Нормально А на самом деле Опять же В угоду себе А поперек Вас Да Но человек Очень разносторонний Свободная личность Может быть путешественник Тот кто любит Новые впечатления Страны Да Я так могу сказать Что если это мужчина Жениться не собирается Если женщина Замуж выходить Какие качества А какая работа Работа сначала Давайте работу посмотрим Какая у этого человека Работа может быть Примерно Десятка пентаклей Вообще Десятка пентаклей В этой колоде Означает переезд И когда Женщина коробки Разбирает дома Раскладывает вещи Аккуратно Этот человек Может разъезжать По миру Часто переезжать Менять дислокацию Место Может быть Иностранцем Либо человеком Который недавно Развелся Поменял свою жизнь То есть Тут идет переезд Именно переезд Но с работой Связано что Обычно Денежная работа Очень хорошая работа Работа Которая приносит Прибыль И Здесь мы Обращаем внимание Что вышел дурак Который не циклится На заработки Но имеет Оказывается Большую прибыль Большой заработок Все потому Что не циклится Скорее всего А больше обращает Внимание на то Что он занимается Любимым делом Вот Также здесь Карта Символизирует Вообще тот момент Что человек Может быть Финансистом Менеджером Банкиром Бухгалтером Все что связано С деньгами И риэлтором Все что с домами Связано Даже со строительством Давайте посмотрим Хорошие Плохие качества Ну этот человек Звезда Все таки Творческая Больше натура Даже если Профессия Этого человека Не связана С творчеством То Этот человек Все равно Что-то Творит То есть Может стихи Пишет Или еще что-то И также Этот человек Может быть В своей профессии Очень известный Например Известный Кардиолог Известный Не знаю Банкиры Известный Ну судя по Этим картам Риэлтор Известный Строитель Еще кто-то Вот Но если Все таки Тут идет Творчество Все таки То это Может быть Известная Личность Которая Зарабатывает Большие деньги Творчеством Но тогда Это актер Режиссер Ведущий Тамада И так далее То есть Такие могут быть Профессии Еще у этого Человека И хорошее Его качество Это звезда То есть Талант Какой-то Талант Человек Согласно Своему Таланту Ведет С себя С окружающими Людьми И с окружающим Миром Он Всегда Харизматичен Интересен Люди На него Смотрят С восхищением Это может Быть Прекрасная Внешность Или Самоподача Харизма Хороший Слог Какие-то Вот такие Вот Всякие Параметры Дают Образ Человека Звезды Когда Хочется Смотреть ему В рот И только Поклоняться Этому Человеку Вот вам Достается В будущем Такой Именно Человек Какие Минусы Справедливости Человек Будет Правду Отставить До последнего Конца То есть Если он Что-то Уперся Он Может Начать Скандалить Там Не знаю Продавщица В магазине За рубля Потому что Нарушена Справедливость Как ты Мне могла Не сдать Мой Рубль Но Также Может Начать Скандалить Из-за того Что Кому-то Сделали Плохо По закону Не должны Были Например Отстаивать Какие-то Детские Дома Которые Притесняют Государство Реабилитацию Детей Которых Не хотят Лечить В стране И так Далее Это Может Быть Какая-то Благотворительность И Человека За это Терпеть Не Могут Окружающие Коллеги Все Страдают От Этого Постоянно Гнет Свою Линию Что-то Доказывает Имеет На все Своё Мнение То есть Вот такой Оригинал Внешность Очень-очень Такая Гармоничная Внешность Умеренность Она говорит О том Что человек Сдержан В тонах Но Человек Очень Гармоничен Красиво Сложен Или лицо Очень-таки Ангельское Может быть То есть Вот такой Именно Человек Который Вам будет Внешне Безумно 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 Такая позиция Номер два Позиция Номер три Какой человек На пороге Четвёрка Кубков Человек Которому Очень грустно Он страдает В жизни От невнимания От того Что ему Никто не говорит Ничего хорошего О нём Нет друзей Знакомых Человек-одиночка Человек Которого Все покинули У него Сейчас грусть Печаль Тоска И этой Тоской И грустью Он сможет С вами поделиться Да И Да Его если кто-то Не замечает Но Ну может быть Вообще Никто Не замечает Но этот человек Очень хотел бы Развивать Свою личную Жизнь И поэтому С этим человеком Вам по пути В любом случае Сейчас Человеку Этому Плоховато На душе Неприятно Но такое чувство Что все бросили Да Все бросили Меня кинули Ай-яй-яй Какой я бедненький Какая работа У этого человека С чем связано Пятёрка Жезлов Это могут быть Любые дебаты Продавец Продавщица Не знаю Кассир Парикмахер Даже может быть Что еще Очень сильная Конкуренция В этой профессии То есть Человек Если у него Свои бизнесы Вот прям Куча конкурентов Как у газелистов Знаете Или у таксистов Вот Потом Что Так И чего-то сюда Прилетела Колесница Ну с машинами Этот человек связан Она сама Прилетела Я в шоке Как-то связан Он с автомобильным Транспортом Вот Но В этом Бизнесе Очень много Конкуренции Очень дает Этого человека Ему каждый день Приходится орать Спорить Вот так вот Такая профессия Давайте посмотрим Плюсы и минусы Этого человека В характере Плюсы Минусы Ну вам будет на руку Видите Он что тут Вот так один сидит Что тут Вам будет на руку Что человеку стало Очень одиноко В жизни Очень одиноко И он обижен На весь мир Никто его не поддерживает Вы его пожалеете И у вас начнется Очень сильно Любовь друг другу Да Либо простите его Если это ваш старый Человек Ну кто-то уже С кем вы были В отношениях То есть Человек обиженный Такой Это вот его Можно пожалеть Это его действительно плюс Это его плюс Вот Также это человек Милосердный Он понимает Опыт других людей Когда им было больно Плохо И сострадает Сострадает А вот минусы Карта мир Говорит о том Что человек Если начнет Подводить черту Например Даже в ваших отношениях В будущем Вы ничем не сможете Развернуть Его назад То есть Если человек Скажет нет То это будет нет Навсегда Внешность Внешность этого человека Примерно Опишем Королева мечей Ну мы здесь Видим все-таки Человек Примерно Там Не знаю Среднего возраста С гармоничной внешностью Она может быть Просто ничем Не примечательна Но не страшная Не дикая Какая-то Без ярких акцентов Обычная внешность Больше на обычную Похожую Или гармоничную Внешность Когда человек Не является Неприятным Когда он Средний Статистический Мужчина Если Мужчина гадает То женщина Этот человек Старается Все-таки Как-то Худеть Следить За своей Фигурой Может иногда Раз побегать По утрам Чуть-чуть Спортом Позаниматься Просто для того Чтоб не выпячивался Животик Но если Уже он Выклюнулся Этот животик Очень сложно Его конечно Убрать Вот такой ответ Дали карты По Третьей позиции Четвертая Кто с вами Будет рядом Какой мужчина На пороге Пятерка кубков Ну вы знаете Возможно Это ваш Утешитель Будет Утешитель Тот Кто Утешает Тот Кто Говорит Да ты что Ты Три копка Только пролила Два Осталось Целых Посмотри Возможно Вы в чем-то будете Грустны И этот человек Какая работа Какая работа У этого человека Тут Жезлов Яркая такая работа Инициативная Человек много бегает Активно ведет Образ жизни Это может быть Переговорщик Адвокат Менеджер Опять же Что еще там Инженер Вот кто-то Вот прям Яркий Такой подвижный Человек Но если это Медик Все таки Да то Ему прям Надо бегать 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 Чтобы По больнице Бегать Этому человеку Нужно за день Очень многое Успеть Благо у него Есть порох В пороховницах Хорошая какая-то Профессия И если Своё дело Тоже По тузу Жезлов Может быть То уж Очень какое-то Яркое И прибыльное Качества Хорошие И плохие По Жезлов Но Сила огня У этого человека Присутствует Элементаль Огня Выпал Огненная Натура Она даже Если у человека Знака воды Может огненной Быть Почему Потому что Сихии У нас Перемешиваются И там Кроме Аспекта Асцендента Много Разных Всяких Других Аспектов По гороскопу Если уж На то Смотреть Но Просто Обладатель Огненной Энергии Это Яркий Человек Очень Общительный Такой Разговорчивый Любого Человека Может Вывести Ступора Очень Много Говорит И Это Его Плюс Потому что Возможно Этим Разговором Он В итоге Зарабатывает Это Первое Второе С ним Есть О чем Поговорить Это Не Молчун Это Человек С которым Можно Поделиться Он Вам Даст Совет Всегда С ним Приятно Вообще Для Женщины Если Это Мужчина Много Говорить Всегда Приятно С Мужчиной Честное Слово Это Правда Мужчины Часто Молчат С Женщинами Им Больше Нравится Общаться С Друзьями Если Мужчина С Женщиной Разговаривают Это Сразу 80% Успешного Брака Вот Здесь Это Есть Королева Жезлов На Отрицательное Качество Говорит О Слишком Сильной Самоуверенности То есть Человек С Не Очень Броской Внешностью Давайте Сразу Посмотрим Какая Внешность Паш Кубков Нет Внешность Хорошая Гармоничная Но Тогда Ей Очень Сильно Гордится Этот Человек То есть Он Может Свои Какие-то Внешние Данные Преувеличивать Ну Там Не знаю Полмышцы Накачан Человек Скажет Что У него Просто Идеальная Фитнес Фигура И Начинает Перебор Самовосхваление Похвалите Меня Похвалите Меня Сделайте Мне Комплимент По моей Фигуре По моей Внешности По моему характеру Я вот это Хочу Слышать От вас И Начинает Поддавливать Понимаете Вот это Минус У этого Человека Мало того Что он Разговорчивый Он Начинает Еще И чуть-чуть Так Выпрашивать Комплименты Но Если Вы Скажете Этому Человеку Комплименты Он Будет Очень Рад Очень Доволен Он Весь Прям Расплывется От Счастья Вот Такие У нас Были Четыре Позиции Всем Спасибо За Внимание Жду Ваших Комментариев По данному Видео Приглашаю Вас На Индивидуальные Расклады На Консультации По ясновидению На Ритуалы Обязательно Подписывайтесь На Наш Канал Ставьте Лайк К этому Видео Пишите Комментарии И До Новых Встреч